Благослови души моя Господа, благослови не сей Господи. Благослови души моя Господа, и вся внутренняя моя имя святой Его. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодняшняя наша тема звучит следующим образом – православное воспитание детей. Вначале, чтобы нам более глубоко вникнуть в суть этой темы, обратимся с вами к апистолярно-педагогическому наследию святителя Тихона, епископа Воронежского и Задонского чудотворца, того святителя, который по праву в эпоху своей жизни получил не то что прозвище, а получил статус российского златоуста, то есть творение этого святителя, и его жизнеописатели, и современники сравнивают по праву со святителем Иоанном Златоустом. Видим, что малое дерево ко всякой стороне удобно преклоняется. Куда не преклонишь, туда и преклонится. Так и растет. Так имеется юное и малое дитё. Чего научается, того и навыкает. И чего навыкает, то и в прочее время творить будет. Научится ли добра в юности своей? Добро и через всю жизнь будет. Научится ли зла? И зол во всём житии будет. И из малого ребёнка может быть и ангелу, а может быть и злой. Какое воспитание и наставление будет иметь, таков и будет. От воспитания, как от семени плод, всё прочее время жизни зависит. Сего радиа увещает Божье слово родителей, да воспитывают чад своих в наказание и учение Господнем. Полезно учить наукам и художествам, научить жизнь по-христиански нужно. Ибо всякая наука и художество без христианского жития ничего есть. Внимайтесь ему, родители, чтобы и тем детям, которых вы на свет родили, не быть нечестивцами. Блажен тот родитель, который и в временной жизни, и в вечной отродил детей своих. Окаянин родитель, который к временной жизни родил детей, но к вечной жизни дверь им заключил. Затворил то небрежением доброго воспитания, то соблазнами своими. Вот уникальные слова, уникальные слова очень простые, очень доходчивые, и они для нас открывают всё-таки глубину той темы, о которой мы сегодня будем говорить. Говорить будем просто на современных примерах о том, что мы сегодня видим. Вот наблюдение священника, педагога, родителя. Заканчиваются занятия в школе, педагог выводит детей, которые только что занимались в специальной группе, в которой обучают азам подготовки к школе. И вот что бросается в глаза? Когда родитель подлетает к ребёнку, начинает его обнимать, целовать, прыгать вокруг него, подбрасывать его. Вот такое ощущение, что не ребёнок рядом с ним стоит, а какое-то великое божество, перед которым преклоняются, для которого готовы всё сделать, для которого готовы всё купить. И вот вышел учитель. Уставший, измученный, ну, можно сказать, морально выжитый. И родители при детях начинают кто учителю претензии предъявлять, кто ругать, кто слово бранное скажет. И говорят, вот, ребёнок, смотри, какой у тебя плохой учитель, какой нехороший, какой нечестивый. То есть вот такое вот, своего рода, полнейшее забвение. Современный ребёнок. Вокруг него все пляшут, покупают, одевают, обувают. И вот священник видит картину. Мать уставшая, но, видно, отработавшая на заводе не одну ночь. Рядом с ней стоит дочь. Лет четырнадцать. Мама на рынке у прилавка покупает дочери платье. Дочь говорит, дай. Нужно вот это. Подороже, получше. Вот какие глаза в этот момент у матери. Они уставшие. Где-то они заплаканные. Они имеют в себе какую-то скорбь. В них может отсутствовать элементарная жизнерадостность. Дочь говорит, дай, подай, купи. И вот при этом дочь не сказала ни разу, мама, может быть, ты устала. Может быть, тебе помочь. Может быть, тебя обнять. Может быть, с тобой просто поговорить. И вот, казалось бы, кто виноват в этом? Дочь или мать? Остается вопрос. Современный ребенок. Вот все блага, которые мы ему подаем, ну, их можно сравнить с одной большой конфетой. Мы эту конфету засовываем ему в рот, запихиваем, проталкиваем туда. Он ее жует. Потом он перестает чувствовать от этой конфеты вкус. Потом он перестает чувствовать руку дающего. А потом он начинает все это выплевывать. Вот давайте вдумаемся. Он перестает чувствовать вкус. А потом он руку дающего не чувствует. А потом он все это начинает выплевывать. А потом он вырастает. И вот те люди, бабушки, которые после пенсии трудятся, чтобы все отдать своим внукам, детям, матери, отцы, основой воспитания которого, вот такое ощущение, такое вот, как духовное забвение какое-то. То есть ребенку нужно все дать, одеть, обуть, накормить, напоить, обучить. Ни разу не слышал от родителя, чтобы он сказал, ребенку нужно дать совесть. научить, научить его мыслить по совести, научить его жить по совести и научить его жить по-христиански. Совершает священник крещения детей. Заходят молодые, амбициозные, мамы и папа. Почему мы сейчас так говорим? Да потому что современный молодой родитель, он стал как спичка. Вот он только ждет, чтобы его задели, чтобы ему что-то сказали. Эта спичка сразу загорается, вспыхивает, и начинается конфликт. Заходят в крестильную комнату или в храм эти люди. Они амбициозно, шагая вперед, несут этого ребенка. А кто идет сзади? А сзади идут бабушки, дедушки, мамы, папы, которые все им это организовали. И вот самое страшное, когда эти люди уйдут с жизненной сцены, вот эти амбициозные молодые родители, они скажут, а где конфетка, которую нам подавали? Где то, что нам запихивали в рот? Где те, которые нам на ложечки подносили все блага? У них начнется раздражение, гнев. Они начнут нервничать. Почему? Потому что их не научили и не приучили по-христиански, зарабатывая потом и кровью хлеб насущный, жить. Далее, наблюдение священника. Заходим в общеобразовательную школу, первый класс. И вот мы вспоминаем наше детство, чем мы занимались. Мы играли, изучали культуру игры, общались, беседовали. Детки сидят тут, каждый ребенок, у каждого ребенка в руках телефон, мини-компьютер. И каждый погружен в этот виртуальный мир. Он не играет, не двигается, не бегает, не общается. И вот родители говорят, особенно бабушке, какая молодежь, вот какая молодежь, мы скажем, нет, уважаемые, ее такой кто-то воспитал. Почему мы говорим о телефоне? Священник видит на одном из заседаний педагогических, крупных, заставку на экране компьютерную. Воскресный день, огромная кровать. Муж, жена, сын и дочь отдыхают. Нет, у каждого в руках ноутбук. Каждый в своем виртуальном мире. И священник заявляет, зачем ребенку это покупают. Ему это покупают, чтобы им не заниматься. Чтобы с ним не общаться. Чтобы он был погружен, каждый в семье, чтобы был погружен в свой виртуальный мир. Известный психолог православная, госпожа Медведева, говорит о чем? Вот родитель приходит с работы. Десять минут, пять минут каждый вечер удели ребенку. Присядь рядом с ним, спроси, как он живет. С кем он дружит. С кем он общается. Что его беспокоит. Чем наполнить его внутренний мир. Покупается вот эта безделушка с той целью, чтобы ребенком не заниматься. Чтобы нивелировались семейные традиции. Посмотрите, как мы живем. Родители фактически не гуляют с детьми, не общаются, не разговаривают. Каждый занят своим виртуальным миром. Одна родительница говорит, ну почему сейчас дети так часто ругаются матом? Ответ священника прост. Ну то, что ругаются родители. А почему они разговаривают на этом языке? Задают священнику вопрос. Он отвечает. А потому что люди перестали читать. И мы можем задать себе вопрос. Вот когда мы открывали последний раз Достоевского, Чехова, Салтыкова, Щедрина, Куприна и прочих наших классиков, нивелируется словарный запас. Его нет. Человек не может рассуждать. Он только скверными словами, которые легки для восприятия, может выражать свои мысли. Далее. По законам педагогики, после 12-летнего возраста перестроить то дерево, о котором говорит святитель Тихон, сравнивая ребенка с малым деревом, уже очень тяжело. Дерево уже сформировалось. Оно фактически выросло. И те корни, которые впущены в землю, вросли в землю, они будут в себя впитывать или хорошее, или плохое. Как быть? Ну вот у нас вскоре наступит август месяц, и многие родители поведут своих детей в храм с формулировкой перед школой. Это, конечно, хорошо. Картина, над которой размышляет священник. Стоит 80-летняя бабушка. Священник говорит ей, «Сядьте, пожалуйста, вам тяжело». Она отвечает, «Батюшка, да как же я сяду перед Богом?» Рядом сидит 8-летний ребеночек или 12-летний уже детина. Она сидит на скамеечке и спит. И вот когда на эту картину смотришь, думаешь, ну где же сила? А детиночка спит. Вспоминается одна бабушка, очень старенькая. Она умерла, и вот она родилась еще в дореволюционное время. Рассказывают ее внучки. У нашей бабушки было три одежды. Одна самая простая – гулять на улице, другая получше – в школу. И самая праздничная, самая лучшая – она одевала ее в храм. Сидит ребеночек в шортах, в футболочке, в шлепанцах. И вот думаешь, ну неужели ты в такой одежде приведешь его на 1-й сентябрьскую линейку в школу? А ведь ты его в Дом Божий введешь. В Дом Бога. Куда нужно самое лучшее одевать. Ребеночка спрашиваешь, «Ваня, в каких грехах ты будешь каяться перед Богом?» Он говорит, «Учиться хочу». Говорю, «Ваня, это хорошо, в чем ты будешь каяться?» Он отвечает, «Учиться хочу». «Ваня, давай мы тебя причастим». Он берет частицу и говорит, «Фу, какое кислое все». А бывает, и выплевывает ведь. А почему? А потому что с детства не учат детей, что такое храм. Потому что с детства не приучают ребенка к самому святому, к причастию, к самому главному, что у нас есть в жизни, не объясняют ребенка, не объясняют ему слова со страхом Божьим «И веру и приступите». Ребенка не учат подавать милостыню. Одна родительница заявляет священнику, а вот учительница рассказывает детям о законе Божьем, а сама на машине ездит, поевшая людей и родителей тотальнейшая зависть, в которой они воспитывают своих чад. А потом проходит время. И вот мы, педагоги, мы в глубине души говорим, хорошо, вырастут дети, но плоды от этих деревьев пожинать будете вы, родители. Вы. А самое страшное, полбеды, когда они не ходят к нам, полбеды, когда они отнимают пенсии, полбеды, когда они забывают своих стариков. Самое страшное, что они также будут воспитывать своих детей. Вот приходит молодой парень и говорит, «Я женился, невозможно жить». Священник спрашивает, «Скажи, пожалуйста, а перед свадьбой ты смотрел, как у твоей будущей жены общается мама с папой, и папа с мамой?» Задумавшись, он молчит, а потом говорит, «Вы знаете, я все понял». Приходит девушка и говорит, «Мой муж», приходит женщина и говорит, «Мой муж начал гулять». Священник спрашивает, «А гулял ли папа у твоего мужа?» «Молчание». И она говорит, «Господи, почему же я раньше над этим не думала?» А самое страшное заключается в том, мы ведь рожаем кого и воспитываем, кто нас будет хоронить. В храме стоит гроб. Его привезли туда зачастую ритуальные службы, которые уговорили родственников, сказали, что так надо, так лучше. И вот самое страшное, что у этого гроба никого нет. Вы понимаете, ведь это чья-то мама лежит, а рядом не стоит ни сын, ни дочь. Там никого нет. Они соберутся к отпеванию ровно за три минуты и скажут священнику, надо побыстрее. Это самое страшное. И вспоминается случай из практики священника служиться на кладбище Панихида. У могилы одной бабушки почившей сколько было людей? Наверное, человек 200. Как они уместились, один Господь знает. И вот священник спрашивает, «Почему вас так много? Я никогда не видел столько людей, чтобы молились». Священник ему отвечает, «Она приучила нас любить». И вот эту фразу запомним на всю жизнь. «Она приучила нас любить». Завершая наш диалог, очень глубокий, кому-то понравится, кому-то нет, мы опять же обращаемся к апистолярно-педагогическому наследию святителя Тихона Задонского. «Сего ради, христианин, самое первое тщание Твое, да будет о том, чтобы детей своих научить по-христиански жить. Все научение и наставление Твое без того ничего есть. Бог не взыщет от тебя, учил ли ты детей своих светской политики и иностранным языком, но взыщет, учил ли ты жить по-христиански, наставлял ли их благочестию». Благослови, Души моя, Господа, ведь отнутриное мое имя святой Его, благослови, благослови, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова